Всем доброго времени суток! Вспомнил я тут, что давненько не обозревал игры с отважными викингами. Вспомнил, ну и начал искать что-то подходящее. И вскоре попалась мне стратегическая игра Valhalla Hills, с примесями градостроительного симулятора и со щепотками стратегии немецкой школы, выраженной в производственных цепочках. Плюс разработкой занимались создатели таких культовых серий, как Settlers и Cultures, за которыми в свое время я провел немало часов, что стало еще одной причиной приобрести данный проект, несмотря на не слишком хорошие отзывы в стиме. Родился как-то у великого Одина сын, и дали ему имя Лека, но вот сынишка оказался какой-то не от мира сего, вместо того, чтобы уже с младенчества начать отрывать головы врагам, он, видите ли, занялся созиданием. И больше всего, его вдохновляла постройка недвижимости. В общем, Одину такой расклад не очень понравился, поэтому отправил он Лека к викингам, мол, ты и у них чему-то научишься, и пусть викинги вместе с тобой добудут себе славу, если хотят попасть в Valhalla. Играем мы роль уже упомянутого Лека, что вместе со своими новыми знакомыми, должен пройти огромный путь и заслужить место рядом с отцом, ну и попутно викингам помочь. Первое, что бросается в глаза после запуска игрушки, это, конечно, сочная, красивая и мультяшная графика, хотя от разработчиков Settlers я, честно, другого и не ожидал. Что, конечно, настраивает на некую расслабляющую атмосферу, но довольно скоро мы поймем, что расслабляться нам тут не сильно-то и дадут. И порой игра будет подкидывать нам испытания и бесящие моменты, с которыми придется мириться и учиться выживать в этом мире. Что на первых порах довольно интересно, но после энтузиазм несколько поутихает, но обо всем по порядку. Несмотря на завязку, как таковой кампании в игре нету, вместо ее нам предстоит проходить череду генерирующихся островов. Попутно получая достижения, что будут давать новые возможности, которые будут использованы во время генерации новых областей или в строительстве. При этом новые возможности мы будем получать не только при прохождении уровней, ну и за выполнение каких-то условий, типа убей энное количество врагов или собери столько-то ресурсов. И в какой-то степени это можно считать даже прокачкой нашего героя, тем более что его отец как раз и отправил силенок поднабраться. Ну а раз он бог созидания, то вот его силы в большую степень на это и направлены. Каждая партия начинается с того, что на одной стороне острова возникает валун с руной, являющейся точкой нашей силы. Ну а на другой портал, до которого нужно добраться, чтобы завершить уровень. А с неба падает пятерка викингов, которые, кстати, переходят с нами из уровня в уровень, если не умрут, но к сожалению полноценной прокачкой их не снабдили. И никаких навыков они в процессе приключения не приобретают. Кроме очков славы, которая позволит им попасть в Вальхаллу, если достигнет нужного уровня. И вот уже после этого викинг становится много сильнее. Но напрямую управлять этим народом нам никто не даст. Вместо этого они сами решат, кто будет строить, а кто воевать. Ну а мы лишь указываем, что строить и заботимся о логистике. Чтобы товары поступали туда, куда нужно, ну а наши викинги удовлетворяли свои потребности, которых две, сон и голод. И если для первого нужно лишь позаботиться о спальных местах, то вопросом, как прокормить эту голодную ораву мы будем задаваться чаще. У меня даже поначалу три викинга от голода ласты склеили, пока я не разобрался, что к чему. Помимо всего, рядом с рунным камнем будут валяться и ресурсы, благодаря которым мы сможем начать строительство своего поселения. Все здания в игре можно поделить на три типа. Первые производственные. Песорук, лесопилка, ферма, мельница, пекарь и так далее. То есть те, что что-то производят. При этом не обойдется тут и без производственных цепочек, благодаря которым можно получить продукцию более высокого качества. Включающую как какие-то ресурсы, так и экипировку для наших молодцев. Да, у каждого подопечного есть два слота под экипировку. При этом ремесленный инструмент также относится к этой категории. И без удочки рыбак не сможет ловить рыбу, отчего снабжение населения необходимым является первостепенной важностью. Хотя наши викинги настолько суровы, что тот же лесоруб сможет повалить дерево и кулаками, но топором эта работа будет выполняться быстрее. Второй тип зданий логистические. Разного рода склады, дорога. В общем, данная категория предназначена для хранения сырья, обеспечения им населения, а также, чтобы наши суровые мужчины и женщины поменьше слонялись где не надо. Типа захочет кто-то грибочков съесть, пойдет в лес, а там волки, и вместо того, чтобы отступить, викинг бросится в бой. Отступит лишь при малом показателе здоровья, но зачем так рисковать, а если продукты питания будут на складе или в харчевне, то и в лес идти не стоит. Ну и третий вид построек – военные, как лагеря, так и оружейные. Данный вид позволяет собрать и экипировать свою ораву головорезов. При этом нам нужно соорудить лагерь, где они будут собираться, ну а после назначить, кто какое оружие возьмет, то есть кто у нас воин, кто лучник, а кто лекарь. Экипировку солдаты возьмут сами с ближайшего склада, подбирая лучшую для их класса, в последствии, конечно, меняя ее, если мы произведем что-то еще круче. И хотя мы все равно не получим стопроцентного контроля над нашими подопечными, но сможем свободно передвигать лагерь, тем самым заставляя воинов двигаться в нужном нам направлении. Понемногу зачищая местность от врагов, пробиться к порталу и или победить стражу, или, построив алтарь, собрать дань, что позволит умилостивить ее и перейти в новое место. По окончании миссии идет подсчет свершенного, и нам покажут, какие новые возможности приобрел наш герой, и что ему еще нужно сделать для разблокировки других способностей. После чего генерируется новый остров на основе полученного, и начинается все сначала. И вот тут проклевывается минус – однообразие. Несмотря на то, что у нас на новых островах появляются новые возможности, но вот старт на каждом из них один и тот же. Создать первую производственную цепочку для обеспечения населения ресурсами и едой, попутно постараться расчистить местность от местных вражин, и так раз за разом. Не спасает даже то, что викинги переносятся с нами из миссии в миссию, ведь по сути до момента их вознесения в Вальхалу они ничем не отличаются от новичков. И тут очень бы пригодилась прокачка, а вместе с ней компания со своим сюжетом, а так за цикленность, разбавляемая каждый уровень парой новых возможностей. Несмотря на то, что игра звезд с неба не хватает, но она весьма интересна в первые несколько часов прохождения. И вполне способна радовать нас и дальше, если принимать ее впоследствии дозировано. Да, проекту несомненно не хватает сюжетной кампании, ну и как мне кажется, если уж введена возможность переброски викингов с острова на остров, то ввели бы и прокачку. Хотя бы самую обычную для стратегий, где с повышением уровня воины повышали бы характеристики. Но в любом случае, крепкую шестерку игра вполне заслуживает, и если вы любите стратегии, то взглянуть на эту подделку вполне можно. Ну а на сегодня все, всем удачи и подписывайтесь на канал.